Музыка По обе стороны Среднего Дона расположены в селах Левинского района Липецкой области. Административный муниципальный центр района расположен на левом берегу Дона на перегрёздке федеральной трассы М4. Восточнее, в 64 километрах от Хлебного, областной центр Липецк. На юг от Хлебного, в 63 километра, столица Черноземья, город Воронеж. И 71 километр до старинного города Елец, если ехать на север на Москву. В XIX веке по тракту емщики возили людей в Задонск, Тулу, Воронеж. Теперь Хлебное цветущее село с 7-тысячным населением. Хлебенцы являются застрельщиками в областных субботниках по очистке территории, ремонту дорог, озеленению села. По всему селу раскинулось море цветов, от ранних до поздних, которые жители, сотрудники предприятий и организаций выращивают с особым трепетом и заботой. В последние три года Хлебенцы участвуют в мероприятиях Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна». Весной село преображается. Только в процессе подготовки к первомайским праздникам в этом году было ликвидировано более 120 свалок, дополнительно установлено более 40 контейнеров для сбора мусора. Были очищены берега реки Дон и реки Воронеж. Проводится большая работа в лесных массивах и парках. Вместе с местным лесничеством Хлебенцы ежегодно высаживают тысячи деревьев различных пород, сохраняя тем самым лесной фонд района. И этот год не стал исключением. За 2016 год было посажено более 400 гектар леса. В парках организованы десанты по уборке мусора. Произведена опилка более двух тысяч деревьев. После весенней уборки преобразился в селе Конь-Колодец старинный парк усадьбы флотоводцев Синявиных. В Хлебном парк, заложенный в 1967 году в честь 50-летия советской власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Ежегодно высаживаются более 30 тысяч цветов, которые радуют своим цветением не только жителей района, но и многочисленных гостей. В этом году на клумбы была произведена укладка более 1000 квадратных метров рулонного газона. Его ярко-зеленый цвет, соединившись в необыкновенных сочетаниях с огненными бархатцами и сальвией, белоснежными петуньями и нежно-розовой лобелией, создали незабываемые красоты сердца района, села Хлебное. Каждый житель района с неописуемой гордостью любуется красотами своих сел, ведь в благоустройстве территорий он, как истинный патриот своей малой родины, принимал активное участие. Это и школьники, и студенты местного техникума, спортсмены местных футбольных команд, работники организаций и предприятий района. Благоустраиваются памятники погибшим односельчанам и братские могилы. К празднованию 71-летия Победы было отреставрировано 14 памятников, обелисков и воинских захоронений. В Хлебном создан каскад фонтанов. В центре села перед зданием районной администрации был водоем, в котором собиралась вода после дождей. А сейчас, благодаря неравнодушным людям, любящим свое село и свою малую родину, этот водоем превратили в прекрасный пруд с фонтаном. Здесь поселились и живут дикие утки, а этой весной его облюбовал красавец-лебедь. В самом центре парковой зоны установлен памятник молодой семьи, который олицетворяет главные ценности человека – семья, любовь, уважение. Вокруг скульптуры расположились декоративные переходы, беседки в стиле Тургеневского времени и, конечно, скамеечки для отдыха. На центральной площади размещаются цветочные композиции, которые до поздней осени поражают буйством красок и неповторимым ароматом цветов. Буквально пару лет назад близлежащий овраг был безлик и безжизнен. Теперь же, благодаря сплоченной работе жителей села Хлебное, он стал красивым, благоустроенным местом для отдыха не только для всех жителей района, но и для гостей. Воспитанники конно-спортивной школы и известного на всю страну конь-колодецкого стрелкового комплекса, откуда вышла целая команда чемпионов России и даже призеров европейского и мирового масштаба. Участники Олимпийских игр считают своим долгом принять участие в благоустройстве родного района. Многочисленные гости из районов области, соседних областей и высокие гости из Москвы, попывав с визитами в наших краях, не могут забыть той красоты, которую собственноручно создали жители района. И которая радует буйством красок и разнообразием цветов. В районе бывают и иностранные инвесторы, которые с удивлением и благодарностью отзываются о нашем небольшом сельском поселении. Там, где без края лежат паря хлебные, Вокруг пруда обустроена зона отдыха с зелеными лужайками, цветниками, скульптурами героев сказок и мультфильмов, которые радуют глаз не только взрослым, но и детям. И в конце фильма хотелось бы показать, как проходят праздники. День культуры района. В этот день приезжают многие известные земляки, высаживаются с самолета парашютисты, награждаются жители села. Хлебенцы достойно участвуют во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна» все последние годы. И особенно много было сделано в преддверии 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. И не даром наш большой друг, который сотрудничает с нами больше 30 лет, воронежский композитор, заслуженный деятель искусства Российской Федерации, Николай Митрофанович Тростянский, создал прекрасную песню о Хлебном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok